День города. В студии Максим Васильев. Здравствуйте. Главная тема дня. Никаких горячих точек. В России стартует весенняя призывная кампания. С шиповками не расставайтесь. Госавтоинспекция просит автолюбителей с переубыванием пока не спешить. Любовь похожая на стон. Рязанский психиатр опубликовал свою новую книгу о взаимоотношениях мужчин и женщин. Сегодня президент России подписал указ о весеннем призыве в армию. Минобороны страны ожидают набрать почти 135 тысяч новобранцев. При этом отдельно подчеркивают, что ни одного из призывников в горячей точке не направят. Эта тезис сегодня нам подтвердил и военный комиссар Рязанской области Олег Серкес. Весенний призыв в Рязанской области в этом году пройдет в том же режиме, что и раньше. Разве что количество новобранцев от региона станет немного меньше. Немножко меньше мы будем призывать. Порядка 1200 человек. А так в целом призывная кампания ничем отличаться не будет. Принципиальных изменений никаких не произошло. Как это было в предыдущие годы, так оно все и осталось. Это в основном территория западного военного округа, немножко южного военного округа. И тем не менее в социальных сетях и некоторых СМИ весеннюю призывную кампанию называют одной из самых тревожных. И для новобранцев, и для их родителей. На фоне спецоперации. Только разгонять эту тему смысла нет. Позиция Минобороны твердая. Никаких горячих точек для новичков. Как неоднократно заявлял и верховный главнокомандующий, и министр обороны, конечно, военнослужащие срочной службы участвовать в спецоперации не будут. Потому что такой даже необходимости нет. Поэтому военнослужащие срочной службы будут находиться в пункте постоянной дислокации, заниматься боевой подготовкой в своих частях. Это касается и слухов о всеобщей мобилизации. У военных людей ничего кроме смеха эти интернет-страшилки сегодня не вызывают. А вот помощь от добровольцев нашим вооруженным силам сегодня не помешает. И да, это за деньги. Подробности узнавайте в военкоматах. Тем временем городские власти уже вовсю готовятся к весеннему половодию. В местечке Борки прошла тренировка по эвакуации населения на случай прихода большой воды. Отрабатывали все этапы, начиная от получения сигнала до, собственно, самого вывоза людей. Алексей Михайлович, здравствуйте. В связи с угрозой подтопления посела Борки необходимо немедленно выехать туда для эвакуации населения. Пока что это учебная тревога. Ака еще окончательно не проснулась, но готовность номер один для оперативных служб МЧС уже объявлена. Сейчас важно отработать всю последовательную цепочку этапов, начиная от получения информации, повещения жителей до оказания помощи в этот раз условно пострадавшим, проведения аварийно-спасательных работ и эвакуации. Внимание! Говорит управление ГОЧС города Рязани. Проводится тренировка по эвакуации восьмого района поселок Борки при угрозе подтопления. Согласно предварительному прогнозу гидрометцентра, уровень в реке пока ожидается ниже к прошлогоднюю. И не должен превысить четырех метров. В тренировке привлекаются три автобуса, грузовый автомобиль от МУПа УРТ, аварийно-спасательная служба, оперативная группа КЧС и УПБ администрации города Рязани, дежурно-диспетерская служба, бригада ЕБЛД, скорой медицинской помощи. После условной эвакуации колонна выдвинулась в пункт временного размещения, который развернули на базе бывшего кинотеатра «Октябрь». Здесь проверили и зафиксировали укомплектованность оборудованием, спальными местами, предметами первой необходимости. Общее количество задействованных сил – 31 человек и 10 единиц техники. Погода штука капризная, может и не на шутку разгуляться, даже вопреки в целом благоприятным прогнозам. Так что проверить готовность сил и их оперативность еще никогда никому не мешала. Весенние перепады температур по-прежнему оставляют автолюбителей в задумчивости. Менять зимнюю резину на летнюю или нет, госавтоинспекция пока предлагает не спешить. Кто успел переобуться, тот об этом пожалел, говорят специалисты. Например, в начале недели в области случилось сразу 40 ДТП. В половине из них на авто стояла летняя резина. Сотрудники госавтоинспекции призывают водителей пока не спешить. Хотя сухой асфальт и плюсовая температура так и манят переобуться, чтобы не портить зимние шипы. Сейчас автовладельцам не следует торопиться с переходом на летнюю резину. Следует дождаться уже стабильного потепления. Вообще многие автопроизводители рекомендуют переход на летнюю резину при достижении температуры окружающего воздуха плюс 7 градусов и выше. Это разумная рекомендация. Прогнозы синоптиков рекомендацию только подтверждают. В Рязани ближайшие две недели среднесуточная температура будет ноль. Поэтому по утрам и вечерам на дорогах будет блестеть гололед. Если выпадет снег, что тоже не исключено, нас могут вновь удивить снежные накаты. На летней резине полихачить точно не получится. В первую очередь самая большая опасность управления автомобилем, укомплектованным летней резиной в сложных погодных условиях, это то, что значительно увеличивается тормозной путь. Не всегда водитель сможет вовремя среагировать на возникшую опасную ситуацию и ее предотвратить. Запреты на использование летней резины весной нет. Штраф водителю никто не выпишет. Поэтому это только рекомендация. Правда? От профессионалов. Валерий Седов, Дмитрий Ефимов. Телекомпания. Город. Социальный работник из Александра Невского района, обманувший пенсионеров, предстанет перед судом. 44-летняя женщина присвоила деньги, которые пенсионерка передала ей для оплаты коммунальных услуг. Как социальный работник она оказывала услуги пожилой женщине на дому, в том числе самостоятельно оплачивала коммуналку. Теперь любительнице легкой наживы грозит наказание до 5 лет лишения свободы. В результате расследования уголовного дела установлено, что социальный работник Ряжского центра социального обеспечения населения получил от своей подопечной более 8 тысяч рублей для оплаты счетов за газ. Однако за коммунальные услуги она платить не стала и, пользуясь доверием пенсионерке, присвоила деньги себе, причинив тем самым потерпевший значительный материальный ущерб. В Рязанской области наплыв так называемых «черных кредиторов», компании, которые работают без лицензии. Об этом сообщают специалисты Банка России. Таких фирм в регионе установлено семь. Чаще всего они маскируются под комиссионные магазины. Семь нелегальных кредитных компаний на территории Рязанской области – это только те, чей обман уже точно установить удалось. Схемы мошенничества разные. Иногда это так называемые комиссионки, иногда ломбарды. Только в госреестре их сегодня нет, а значит и правила они устанавливают, какие вздумаются. Могут продать заложенные вещи раньше срока, увеличить ставки по займу в одностороннем порядке, а штрафы за просрочку и вовсе ничем не ограничены. Есть среди них и те, кто обманывает на лизинге. Фирма, позиционирующая себя как лизинговая, оказывает физическим лицам услугу по предоставлению займов, что делать запрещено. Клиент заключает договор, по которому продает компании свой автомобиль, а та сразу же передает ее в пользование. При просрочке платежа потребитель вынужден или отдать машину, или выкупать ее за сумму в несколько раз превосходящую первоначальный договор. С середины прошлого года Банк России на своем сайте публикует список компаний с признаками нелегальной деятельности. Обновляют его ежедневно в перечне почти два десятка компаний с регистрацией в Рязанской области. Фирмы с признаками финансовых пирамид, нелегальных участников рынка ценных бумаг. Рязанцы могут стать жертвой интернет-проектов, которые без территориальных границ. Сегодня это наиболее распространенный тип мошенничества. Вкладывая деньги в сомнительный проект или пытаясь получить займ у черных кредиторов, потребитель рискует потерять сбережения и передать злоумышленникам персональные данные. В прошлом году таких вот сайтов-аферистов было заблокировано примерно с три тысячи. Сегодня Банку России делать это проще. По его инициативе мошеннические сайты блокируют во внесудебном порядке. Счет идет на дни, а не месяцы. Измены, обманы, неоправданные ожидания. Порой эти проблемы в буквальном смысле портят жизнь. И решить их можно только с помощью специалиста. На тему разнообразных ранящих отношений известный рязанский психиатр Алексей Меринов написал целую книгу «Любовь, похожая на стол». Любовь неразделенная, первая, последняя, взаимная, на стороне или по расчету, отвергнутая или самоотверженная. Большинство синонимов к этому слову носят скорее не совсем светлый характер. Ведь мировая культура воспитывает именно такое отношение к чувству. Драма, боль, кинематографичность. И когда мы говорим про любовь, мы говорим про что-то безусловно положительное. Там нет стрельбы, там нет этих погоней. Ну, там есть, может быть, достижение чего-то. Там есть добро. Там есть желание сделать человека, которого вы любите, счастливым. Там нет вот этой пилы, вот этой вот пресловутой в отношениях. Там крайне редко бывает то, что мы называем работой над отношениями. Признаться в том, что порой такие взаимоотношения это зависимость сродненаркотической или алкогольной, может не каждый. А потому и выйти из них самостоятельно порой бывает нереально. В книге «Любовь, похожая на стон» профессор кафедры психиатрии Рязанского государственного медуниверситета Алексей Меринов под одной обложкой собрал примеры самых разных проявлений человеческих взаимоотношений. От простейших до диковинных, от светлых и радостных до глубоко трагичных. Коллекция, изучение которой заставит о многом задуматься. Жанр нон-фикшн подразумевает постановку вопроса и какой-то список ответов, как правильно делать. Здесь нет второй части. Вот этот не классический нон-фикшн. Здесь скорее постановка вопроса. И книга написана психотерапевтом, то есть она написана исключительно психотерапевтическим языком. Вопросы. То есть вопросы, которые должны в какой-то момент человека просто отрезвить. Эта книга не просто набор любовных историй, прочитав которые, вы удивитесь, повздыхаете и покачаете головой. Это конкретные, непростые ситуации в отношениях, которые могут случиться в жизни каждого. Здесь читатель найдет важные вопросы, ответы на которые помогут признаться себе же в правде и, возможно, начать новую жизнь. Более подробно о книге с Алексеем Владимировичем мы поговорили в рамках программы «Городские встречи», которая выйдет в пятницу, 1 апреля. Марина Романюк, Дмитрий. Фимов, телекомпания «Город». В конце марта художественный музей имени Пожалуйста отмечает свой день рождения. 12 залов, где представлено несколько тысяч экспозиций, открывает свои двери ежедневно на радость рязанцам и гостям из самых разных городов. В свой 109-й день рождения музей удивлял любителей творчества. Рязанская Третьяковка. Так любя называют жителей нашего города художественный музей имени Пожалуйста. И это неудивительно. Создавать свою уникальную коллекцию любителей искусства начали еще в прошлом веке. Сегодня здесь более 12 тысяч произведений отечественного и западноевропейского искусства. Есть даже произведения 15 века. Мы всегда готовы встретить друзей наших гостей. И, конечно, к этой дате, к 30 марта, а это день рождения Рязанского художественного музея, мы специально подготовились к экскурсии, беседы об искусстве, музыкальная программа. Очень много наших друзей хотят поздравить любимый музей с днем рождения. 109 лет, а следующий год юбилейный, и мы уже начинаем думать, как встретить эту круглую дату. В залах музея можно найти подлинники Коровина и Айвазовского. А одним из уникальнейших экземпляров называют картину «Снегурочка» Виктора Васнецова. Картина-путешественница гостила в настоящей Третьяковке в Москве. Я посещаю достаточно часто, где-то раз в год. Это же вообще его зовут «Малая Третьяковка». В нашем музее 12 залов сколько тут. Тут же очень много, очень интересно. И почти все портреты и картины висят в подлиннике. Если это копия, там написана копия. Там же и Тропинин, и Воснецов. Это очень интересно прийти посмотреть. Мне тут нравится все. Сегодня у нас день рождения музея. Да. Давайте поздравим его. Что пожелаем музеям? Чтобы были новые экспонаты. Экспозиции. Экспозиции. Чтобы было много посетителей, которые интересуются искусством. В честь своего дня рождения галерея подготовила для гостей особую программу. Мастер-классы, беседы об искусстве, экскурсии по залам, ну и, конечно же, музыкальный концерт. Рязанский художественный музей имени Ивана Петровича Пожалостина один из старейших художественных музеев нашей страны. И мы этому, конечно, очень рады. Выставки у нас проходят очень часто. И по четвергам у нас такой уже день в 16.00. Открытие выставок всегда бесплатно. Не каждый четверг, но мы рассказываем об этом ВКонтакте, наши афиши, листовки. Все это можно узнать. Дружба музея имени Пожалостина и хранилища культурных артефактов из других городов нерушима. Сейчас, например, у нас представлены экспозиции из Курской государственной картинной галереи имени Дейнеки. А наша коллекция живописи 18-го и 19-го веков наоборот отправилась в Курск с ответным дружеским визитом. Герман Гущин, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». Еще больше новостей на нашем сайте 3W-Gorod62.tv и на наших страничках в соцсетях. Всего доброго. Рязань, встречай! Свежий лов прямо с Камчатки. Чавыча, красная икра, белорыбеца. Все от производителя. С 28 марта по 2 апреля. ТЦ Премьер. Редактор субтитров А.Семкин